Не могли бы вы поподробнее рассказать об испытательных полетах и где будут собираться ракета-носитель и космический корабль? Поскольку они, судя по всему, слишком большие для перевозки по суше. Да, мы планируем первые запуски с площадки 39А, ее можно конфигурировать под запуски Falcon Heavy и межпланетной транспортной системы. Это довольно большая пусковая площадка, поэтому мы сможем это сделать. Что касается сборки корабля и носителя, вы правы, они большие. Их невозможно транспортировать по суше. Мы рассматриваем возможность сборки корабля и носителя в прибрежных штатах, например в Луизиане. Я думаю, что в конечном счете они будут собираться в разных штатах, а финальный монтаж будет осуществляться на месте запуска. Спасибо. Привет Илон, я здесь, прямо перед вами. Отлично. Приятно с вами познакомиться, меня зовут Алда. Три недели назад я был на фестивале Burning Man в пустыне Невада, но казалось будто на Марсе. Там было пыльно, ветрено, ночью было очень холодно и не было воды. Была еще одна проблема. Там находилось всего 75 тысяч людей, но было очень много говна. И не было воды, чтобы смыть все это в реке, ведь так на сегодняшний день выглядит наша система канализации. Поэтому я подумал, будет ли Марс таким же? Пыльный, безводный шторм из дерьма? Отсюда вопрос, Илон. Работаете ли вы над самоподдерживающейся системой канализации? Будет ли на Марсе туалет, который не использует воду? На сегодняшний день на Земле 3 миллиарда человек не имеет доступ к воде. Ребят, я должен предупредить, никаких эссе в виде вопросов. Хорошо. Работаете ли вы над туалетом для Марса? На Марсе много воды в виде льда, проблемы в виде недостатка воды не будет. Главный вопрос на Марсе – энергия. Если у нас будет энергия, у нас будет достаточно воды, поскольку там огромные запасы льда. Поэтому все сводится к установке достаточного количества солнечных панелей и, возможно, в перспективе геотермальной энергетики. В конечном счете мы сможем пользоваться атомной энергетикой, если эта идея будет воспринята широкими слоями. То есть такого рода строительство должно быть согласовано с людьми. Ладно, следующий вопрос. Меня зовут Джордж Лордас. Я представляю Массачусетский институт технологий. Первые люди на Марсе войдут в историю. Кем должны быть эти мужчины и женщины? Возможно, даже дети, несущие свет человечества к Марсу? Спасибо. Я думаю, первые полеты на Марс будут очень опасными. Риск гибели людей будет высок. Это невозможно избежать. Поэтому я бы не рекомендовал брать туда детей. Если вы готовы умереть, то вы становитесь кандидатом на полет. Но смысл же не в том, кто полетит туда первым. Смысл в том, чтобы как можно быстрее построить самодостаточную цивилизацию на Марсе. Не так, как в Аполло. В том, чтобы минимизировать риск исчезновения земной жизни, а также в том, чтобы почувствовать дух приключений. Переселение на Марс представляет собой страхование всего живого, предотвращение конца разумной жизни, создание резервной копии биосферы. Это очень важно. Смысл не в том, чтобы все переселились на Марс, а в том, чтобы жизнь стала мультипланетарной. Земля еще долго будет прекрасным местом. Мультипланетарность сильно увеличит возможную продолжительность жизни цивилизации. Это аргументы за. Для меня более важным является то, что это будет невероятным приключением. Это станет таким мощным источником вдохновения, который я только могу себе представить. Жизнь не должна состоять из ежедневного решения проблем. Мы должны просыпаться по утрам и быть в восторге от будущего, чувствовать вдохновение и хотеть жить. Спасибо. Привет, Илон. Меня зовут Лорен Граш, издательство The Verge. Вы рассказали о том, как колонизация Марса станет планом B для человечества. Но вы почти ничего не сказали о защите людей от космической радиации по пути на Марс. Или о том, как они будут жить на планете. Не могли бы вы рассказать о системах жизнеобеспечения, местах проживания и о прочих подобных вещах? Спасибо. Конечно. Моя позиция насчет радиации такова. Риск радиации присутствует, но он не смертелен. Существует повышенный риск раковых заболеваний, он опять-таки относительно небольшой. Необходим будет экран, особенно от вспышек на солнце. В случае солнечной бури можно повернуть ракету к солнцу, то есть хвост корабля будет направлен к солнцу, таким образом максимизируя экранирование. То есть проблема радиации стоит не так остро. Радиационное излучение на Марсе вдвое меньше из-за естественного экранирования планеты, все-таки на ней есть некоторая атмосфера. Со временем можно будет построить искусственное электромагнитное поле для отражения быстрых частиц. Вопрос с радиацией поднимается достаточно часто, но я не вижу в этом такой большой проблемы. Вопрос в том, что произойдет, когда люди достигнут планеты. Цель компании SpaceX это создание транспортной системы. То же самое, как построить трансконтинентальную железную дорогу Union Pacific. И когда такая транспортная система будет построена, перед каждым, кто захочет полетать, будут открываться колоссальные возможности. создание чего-то нового. Заложение фундамента новой планеты. То есть так, кто хочет быть одним из основателей новой планеты, построить все, начиная от литейных заводов до первой пиццерии. Нам все это будет нужно. А также много нового, что будет уникальным, будет только на Марсе. Таким образом, мы увидим рассвет таланта и предпринимательских способностей. Так же, как когда была проложена трансконтинентальная железная дорога. Во время строительства Union Pacific многие говорили, что это глупая затея, поскольку в Калифорнии практически никто не живет. Но сегодня это является эпицентром разработки технологий и развлекательной индустрии, как минимум национального уровня. А также самый большой штат в США. Но для этого нужно было построить транспортное сообщение. Невозможно достичь таких результатов, если туда нельзя попасть. Поэтому нашей целью является помочь вам туда добраться. Спасибо. Привет Илон, меня зовут Анастасия, и у меня следующий вопрос. Я русская, в зале множество людей из других стран. Вы хотите стать межпланетарными, но не пытаетесь стать международными. Когда вы начнете нанимать людей не только из США? Мне кажется, люди не очень понимают суть проблемы. К сожалению, это не в нашей компетенции. Законодательство Соединенных Штатов устанавливает строгие правила к получению любой работы. Это сложно сделать, а космическая промышленность рассматривается как оборонная промышленность. Даже обычной рабочей визы недостаточно, если только вы не получите специальное разрешение в Министерстве обороны. Я хотел бы подчеркнуть, принимать на работу исключительно людей с грин-картами не является прихотью SpaceX. Нам просто не разрешается это делать. Я думаю, что такая политика США не является разумной. По всему миру так много талантливых людей, которых мы хотели бы видеть в нашей компании. Но пока у них не будет грин-карты, нам законодательно запрещено брать кого-либо из них на работу. К примеру, в Тесла все по-другому. Примерно четверть наших инженеров из других стран, даже около 30%. Просто Тесла не вовлечена в вопросы национальной безопасности. Мы бы хотели что-то сделать, но в данном случае у нас связаны руки. Спасибо. Вы отправляете кого-то на Марс? Ну это вроде первой обезьянки, запущенной в космос. Они не вернутся, это билет в один конец. Не обязательно. Может, если математически высчитать самого бесполезного человека на Земле для отправления на Марс, то это Майкл Сера. Я хотел бы узнать, не захотите ли вы поддержать этот проект на Funny or Die? За несколько дней мы набрали 31 миллион просмотров Хиллари Клинтон и Зака Галифианакиса. О боже, остановись! Я думаю, что для людей важно иметь возможность возвращения на Землю. Количество желающих полететь на Марс будет куда больше, если возможно будет вернуться, даже если они не захотят этого делать. Например, большинство переселенцев в английские колонии Северной Америки никогда больше не возвращались в Европу. Но некоторые все-таки вернулись. А понимание того, что если тебе не понравится, ты сможешь вернуться, как мне кажется, влияет на желание людей отправиться в такое путешествие. В любом случае, мы будем возвращать космический корабль. Вы можете сесть в него или нет, ваше право. Если хочешь, билет обратно будет бесплатным. Привет, Илон. Меня зовут Кэмерон Эшкер из AutoSpace Education Alliance. Мы уже много лет с восторгом следим за тем, как вы создаете проект колонизации Марса. Интересно, как вы планируете ответить на вопрос, зачем, и повысить общественный интерес к такому сложному и обширному проекту? Да, именно поэтому я начал свою речь с того, что есть необходимость в увеличении количества тех, кто хочет и одновременно может полететь. Все, что направлено на увеличение множества желающих, прекрасное. Последнее время выходят передачи и фильмы про Марс, я знаю, что пишутся сценарии для сериалов. Хочется, чтобы в человеческих умах поселилась мечта о Марсе, чтобы это стало новым горизонтом. И чтобы это было настолько привлекательно, весело и захватывающе, насколько это возможно. В этом вопросе индустрия развлечений может нам помочь, вкладывая эту мечту в умы людей, и рисуя им образ того, как все это может выглядеть. Я считаю, что это интересно всем тем людям, у которых есть дух исследователя. Если вы исследователь по натуре, вы захотите оказаться на передовой, там, где происходит что-то интересное, даже если это опасно. Вот на кого мы рассчитываем. Все, что двигает нас в этом направлении, отлично, будь то заинтересованность людей, или поддержка общества. Ведь на сегодняшний день мы можем попасть в любую точку планеты за 24 часа. Если захотите, через 24 часа вы сможете пролететь над Южным полюсом и прыгнуть с парашютом. С подходящего самолета вы сможете приземлиться с парашютом на вершину Эвереста. Вы можете спуститься на дно океана. С точки зрения физической доступности, Земля охвачена полностью. На Земле уже не осталось физических барьеров. На сегодняшний день таким горизонтом является космос. И думаю, он будет интересен людям с духом приключений. Спасибо большое. Привет Илон, меня зовут Лора, я здесь. Да, сложно определить откуда идет голос. Я хотела спросить, что потребуется таким людям как я, чтобы полететь на Марс? Извините, я вас не расслышал. Если на Марс захотят отправиться обычные люди, нужно ли им будет удовлетворять каким-то требованиям? Смогут ли обычные люди туда попасть? Мы стараемся сделать так, чтобы это было возможно для всех. Нужно ли нам будет пройти длительную подготовку? Нет, ну может несколько дней обучения, или больше, при вашем желании. Хорошо, я бы еще хотела спросить от имени всех женщин, могу ли я подняться и поцеловать вас на удачу? Звучит отлично. Здесь я обычно их не принимаю, но спасибо, мне приятно. Здравствуйте, я Джефф, нахожусь справа от вас. У меня вопрос по поводу ресурсов. Сколько финансовых, кадровых и прочих ресурсов вы вкладываете в проект на данный момент? И как это будет меняться по мере продвижения разработки ракеты-носителя и космического корабля? В настоящее время ресурсы, которые мы вкладываем в межпланетную транспортную систему, достаточно небольшие. Меньше 5% ресурсов компании. Сейчас это около нескольких десятков миллионов долларов. Это относительно немного. Но когда мы закончим работу над финальной версией Falcon 9 и Dragon версии 2, то есть где-то в следующем году, и решим оставшиеся вопросы касательно повторности их использования, то мы постепенно начнем вкладывать в межпланетную транспортную систему все больше ресурсов. И со временем, большая часть нашей команды инженеров, то есть где-то через полтора-два года, большая часть инженеров SpaceX будет работать над межпланетной системой. Тогда мы сможем увеличить финансирование системы до пары сотен миллионов долларов в год. Возможно до 300 миллионов. Это немного в целом. Для того чтобы система работала, и работала надежно, прежде чем она начнет генерировать первые доходы, эти вложения должны будут составить порядка 10 миллиардов долларов. То есть это серьезные вложения. Привет Илон, меня зовут Зак. Я космический энтузиаст и местный сумасшедший. Не мог бы ты рассказать чуть больше о том, как ты видишь будущее человечества в космосе и собираешься ли ты отправиться на Марс? Было бы обидно приложить столько усилий и в итоге не полететь. Я бы конечно хотел побывать на орбите, возможно посетить МКС и в конечном счете посетить Марс. Но я должен быть уверен, что если что-то во время полета пойдет не так и я умру, то существует хороший план преемственности, и миссия компании продлится, ее не захватят инвесторы, которые просто хотят максимизировать прибыль и которым плевать на Марс. Вот чего я больше всего опасаюсь в подобной ситуации. Большое спасибо. Мистер Маск, это Нэнси Уорсон из Союза космического образования. Вы сделали презентацию о полете на Марс. Не знаю, видите ли вы меня. Я вижу ваши руки. Окей. Я понимаю, что сначала нужно попасть на Марс. Но у меня такой вопрос. Вы когда-нибудь, хоть бы мельком, задумались о межзвездных путешествиях? Межзвездные путешествия, да. Если бы мы хотели совершить межзвездное путешествие, лучшим вариантом было бы использовать двигатель на антивеществе. Очевидно, что тяга к массе здесь была бы наибольшей. Но даже в наилучшем сценарии, путешествие хотя бы к Проксима Центавра будет очень долгим. Я думаю, что ключевым моментом является основание базы на Марсе. Подобная база стала бы двигателем развития космических транспортных технологий. На сегодняшний день такого двигателя просто нет. Все что мы делаем, это очень локальные вещи в пределах земной орбиты. Как только у нас будет база на Марсе, может даже база на Луне, то у нас возникнет движущая сила, которая будет стимулировать прогресс в космических технологиях, и делать их лучше с каждым годом. В конечном счете это приведет нас к межзвездным перелетам. Поэтому начать совершать звездные путешествия с нуля будет очень сложно. То же самое с разработкой самолета. Сначала нужно создать флайер братьев Райт, потом DC-3, потом Боинг 707, а потом уже 747, но пытаться сразу создать 747 было бы очень сложно. Да, я согласна. Но согласны ли вы с тем, что об этом можно начинать говорить? Да, абсолютно. Об этом стоит говорить. И техническое решение для межзвездных перелетов, на мой взгляд, заключается в использовании антивещества. Хорошо, я поняла вас. Спасибо. И кстати, спасибо, что пришли на ISC 2016. Спасибо, что приняли меня. Мне интересно, вы рассматривали использование циклера или полуциклера для полетов на Марс? И если да, то почему вы не использовали эту идею? Мы пытались рассчитать стоимость доставки тонны груза на поверхность Марса. И согласно нашим расчетам, будет лучше лететь напрямую и не использовать циклер. Для повторности использования очень важно снизить продолжительность перелета. Если космический корабль использовать чаще, то стоимость за тонну будет снижаться. Возможно мы ошибаемся, и будущее покажет, что использование циклера это лучшее решение. Но пока что мы считаем, что к этому стоит вернуться на этапе оптимизации системы. Наряду с идеей топливного завода на Луне. Возможно это будет целесообразным, но мы отложим это на этап дальнейшей оптимизации. Спасибо. Привет Илон, меня зовут Тим Дотт, Everyday Astronaut из Spaceflight Now. На видеоролике мы видим, как в MCT, межпланетную транспортную систему, садятся люди и отправляются на орбиту. Мы думали о названиях, их сложно придумать. Первый корабль, который отправится на Марс, то есть не вся линия этих ракет, а именно сам этот первый корабль, я бы хотел назвать «Золотое сердце» по мотивам автостопа по галактике. Скорее всего мы так его и назовем. И мне нравится, что в книге он работает на бесконечной невероятности, поскольку наш корабль тоже очень невероятен. А само сокращение, пожалуй, не лучшее. Мы видим, что корабль летит на орбиту с сотней пассажиров, а потом необходимо дозаправить его от трех до пяти раз. Прежде чем он полетит на Марс, будет ли корабль заправляться вместе с пассажирами, или их будут доставлять на борт позже? Как будет выглядеть этот процесс? Все будет зависеть от того, как быстро мы сможем выполнить дозаправку, и от того, будет ли рейс грузовым или грузопассажирским. Если дозаправка будет быстрой, то мы отправим пассажиров на орбиту, и потом будем выполнять дозаправочные рейсы за несколько недель. Если же корабль с отсеком для пассажиров выводится на орбиту, скажем, за год до вылета, то людей в нем быть не должно. В этом случае мы будем делать отдельный рейс. То есть подождем пока этот корабль заправится, а потом выполним рейс с людьми, которые пристыкуются к уже заправленному кораблю. Это звучит логично, спасибо. Мой вопрос о НАСА и их планах насчет Марса. Считаете ли вы, что они должны следовать вашему плану и сфокусироваться на миссиях на Луну? А также собираетесь ли вы стать первым человеком на Марсе? Я думаю, что хорошо, если это будет несколько программ полета на Марс. Я не думаю, что стоит исключать какой-либо из альтернативных вариантов, необходимо иметь запасные пути. Цель моего сегодняшнего визита заключается в том, чтобы вдохновить международное сообщество на разработку таких систем, как это. Я думаю, что для всех будет только лучше, если будет несколько разных компаний и организаций, работающих над подобным проектом. Чем больше, тем лучше. Это увеличивает вероятность благоприятного исхода в будущем. Так что я думаю будет здорово, если несколько компаний будут вести подобные разработки. Я пришел сюда с надеждой на то, что возможно вдохновлю компании и организации по всему миру на создание подобной программы. Возможно у кого-то архитектура будет лучше, поэтому я пришел на IAC, пытаясь подтолкнуть людей на конкуренцию со SpaceX или потенциальному сотрудничеству. Просто чтобы общество начало задумываться о полетах на Марс, серьезнее к этому относилось. Ну конечно вам пригодится больше финансирования от НАСА. Простите, я вас не расслышал. Вам пригодится больше финансирования от НАСА, а также станете ли вы первым человеком на Марсе? Не знаю, то есть возможно, но я не уверен. Как я уже говорил, для этого мне нужно не волноваться о преемственности, ведь первые полеты будут сопряжены с высоким риском умереть. Опять же, мне бы хотелось увидеть как вырастут мои дети и все такое. В общем тут есть и за и против. Окей. Понимаете. Ну все. Увалимое 25 rewrite de Тому. Но я уверен. Попортсφ alcanzирской常изiors как магазин или неизвайте August 10 в separate往 брюшной— Продолжение следует...